Привет всем! В этом видео я хочу сделать обзор цветных карандашей, которые я заказала на сайте Преом.юа. Вот в такой они коробке. Коробка довольно такая симпатичная. Называется, если я не ошибаюсь и правильно читаю, Рефайн. Производитель. Китай, конечно. Были, конечно, наборы в таких очень компактных, хороших железных коробочках, но они становятся сразу порядком намного дороже и, возможно, даже в два раза дороже. Я решила не переплачивать за железную коробку, а заказала вот в картонной коробочке. Красивая, симпатичная, возможно, не совсем удобно доставать их. То есть придется делать вот так вот постоянно и искать нужный цвет. Сам карандаш покрыт серебристым цветом, а на кончике видно, какого цвета сам стержень. Были там наборы большего количества цвета и 76, и 84, по-моему, 96. Очень много. Есть, конечно, и наборы по 24 карандаша, 12, но это очень маленькие. И я решила взять такой вот средний набор, где 36 есть цвета. И хочу же попробовать, как они все-таки на бумаге. Это все тот же альбом, который я вам показывала, где я набивала себе руку, рисовала. Сейчас попробую найти свободный листик и посмотреть, как карандаши рисуют, как они на бумаге. Вот таким образом я вытащила карандаши, чтобы мне было видно все цвета. Конечно, из такой картоновой коробки неудобно доставать карандаши. Мне придется что-то придумать, типа стаканчика для них, чтобы видеть все цвета. Итак, приступим. Это у нас какой-то розовый цвет. В принципе, очень мягкий карандаш. Передает сам свет нормально. Насыщенный пойдет. Вот это у нас больше такой вот сиреневый, что ли. Мягкие карандаши. Это я ребром наношу штрихи, а так вот уже линии провожу. Штрихи можно делать разные. Ну, довольно-таки неплохие. Ой, вам сейчас ничего не видно. У нас получаются разные оттенки синего. В общем, с розовой идет более такой темный розовый, сиреневый, фиолетовый, синий, голубой. Также разного оттенка синего. Есть такой более травянистый синий. Бирюзовый, более глубокий, синий. Что тут еще есть? Темно-синий. Что тут уже пошел зеленый. Светло-зеленый. Вот если их перекрывать. Так. Что тут? Серенький есть. То есть он не похож на простой карандаш. Он действительно похож на серый. Интересный. Я еще, кстати, у меня не было такого цветного карандаша ни разу. Коричневый. Более темный, серый. Это красный, больше морковный такой. Вот такой. А это, знаете, такой серебряный цвет. Очень похожий. Серебристый. И он дает немного блестинку. Очень похожий на серебристый или нежно-серый цвет. Так. Что у нас тут? Это, походу, ой, чуть-чуть сломался. Перестаралась, больше нажала. Это, по идее, золотой. Это золотой. Интересно. Что у нас тут еще есть? Рыжий. Довольно-таки светленько-рыжий. Напоминаю, что у меня альбом этот самый простой. Детский альбом для рисования. Возможно, дошкольного возраста даже. То есть непрофессиональный. Вот так вот. Хочу посмотреть, как перекрывает ли один цвет другого. Хочу проверить все цвета, как они. Мягкие карандаши. Мне нравятся. Так. Это тоже такой коричневый. Светло-коричневый. Иногда такие цвета называют цвет детской неожиданности. Чёрный. Он прекрасный, вообще чёрный хороший. Замечательно. Так. У нас тоже из серии рыжих. Такой светленько-рыжий. Ну, приятный цвет. Красивый. Что тут еще у нас? Еще синий. Это больше похоже уже на ультрамарин. О, как они хорошо прямо по бумаге ездят. Такой он коричневый. Шоколад, что ли, больше. На шоколадный цвет похоже. Красный. Нет. Это еще. Рыженький. Тут он выглядит больше на красный похоже. А так он на бумаге какой-то рыжеватый. Еще один красный. Ну, этот уже видно, что больше на красный, конечно, похоже. Так. Это у нас или светло-черный, или темно-серый. Такой больше похоже. Тоже хорошо ложится. Зелененькие. Куда у вас тут уже пихать? Приятный салатовый цвет. Яркая такая, как зеленая трава. Это уже как насыщенный темный зеленый цвет. Тоже травы. Так. Что тут? Еще один красный, но он, наверное, больше... Да, на малиновый похожий такой. Малиновый цвет. Угу. Так вот смешивается с рыжим он. Хорошо. Интересно. Но они, похоже, не растушевываются. Сейчас проверим тоже. Желтый. Он больше на салатовый похожий, да? На светло-салатовый. Так желтый. А желтый оказался салатовым. И, по идее, это должен быть телесный. Сейчас мы и проверим. Да, действительно, телесный. А, это хорошо. Яна, это хорошо. Все 36 цвета я попробовала. Удивил меня серый. Удивил золотистый, серебристый. Ага. Вот. Белый. Хочу еще попробовать белый. Это даже очень интересно. У меня не было белого карандаша. Что он делает? Это я просто по бумаге пытаюсь его тут растушевать. Если честно, я ничегошеньки не вижу. Вставляет он там по белой бумаге белые следы или нет? Хорошо. Проверим, как он ложится. Там, вы что-то видите, что-то меняется. Ну, что-то слегка он делает, как бы белее. Что-то происходит так. На темном. Не знаю. Но если нужно высветлить какой-то участок, то этим карандашом возможно сделать. Но четкие, допустим, белые линии я не вижу, чтоб он делал. просто может высветлить на черном. Такое с лигонца. Что-то там оставляет. Вот, смотрите. Ну, если так проводить, то оно вообще едва заметно что-то, что он там вообще что-то оставляет. Если заштриховывать, хорошенько так постараться заштриховать, то уже заметно, что он что-то там делает, немного высветляет и смягчает линии переходы. А, я уже бумагу рву этим карандашом. Ну, мне бы, например, хотелось, чтобы белый карандаш оставлял четкие белые полосы по-темному. На темных, допустим, фонах карандашах. Не знаю. Еще эти карандаши, они не растушевываются пальцем. Вот, к примеру, я простым карандашом нанесла несколько штрихов. И хочу растушевать. Вот, видите, растушевывается. То есть простой карандаш, он растушевывается. А вот эти... Ой, у меня уже грязные пальчики. А эти цветные, они не сильно хорошо поддаются растушевке. Ну, сейчас попробую слегка нанести синий и растушевать его немного. Ну, при большом желании, если сильно постараться и захотеть, то можно его тоже растушевать. Но это, если не сильно наносить штрихи, если сильно надавить на карандаш и вот такие делать штрихи, как тут я делала, то они уже плохо растушевываются. Хотя при желании, при сильном трении, то можно немного растушевать, по крайней мере, рядом, чтобы был тоже светлый оттенок этого цвета, который мы хотим растушевать. Так, я взяла еще резинку и хочу попробовать, как эти карандаши стираются. Резиночка у меня уже испачкана, и я, чтобы не пачкать дальше бумагу, я ее просто вытру. А делаю таким образом, там, где у нас вот эта грязная, я бумагу, ее вот так вот чищу, резиночку. Все, у нас чистая теперь резинка, и я могу пробовать, как вытираются эти цветные карандаши. Допустим, если мы рисуем фрукты, глаза, и нам нужно сделать блики, да, от освещения, от света. Чтобы вытереть карандаш, тоже нужно прикладывать усилия. Ну, вижу, вытирается. При желании можно вытереть. Наверное, все-таки обязательно нужно, чтобы это была бумага специальная для карандаша, чтобы в итоге карандаш не стирался у вас вместе с бумагой. Это касается, если вообще тоненькая бумага, да. Давайте посмотрим, как темные карандаши стираются резинкой. Чтобы вот так вот добела совсем, оно не стирается. Но видно, да, что все-таки эффект есть какой-то. При сильном трении все-таки начинает уже стираться вместе с бумагой. Поэтому нужно либо подбирать тщательно бумагу для карандаша, либо так рисовать, чтобы не совсем приходилось потом вытирать, подправлять резинкой. Ну вот. Совсем вы не сотрете цветной карандаш, а сможете высветлить резинкой. В принципе, карандаши мне нравятся. Естественно, я буду пробовать рисовать ними. Я уже знаю примерно, что я буду рисовать, пробовать в первую очередь. Это совенок или сова и перо павлина. Очень хочу попробовать такими карандашами нарисовать. Что ж, обязательно мне, наверное, придется все-таки сделать для этих карандашей стаканчик. Как я его буду делать и из чего, я уже тоже примерно знаю. И обязательно запишу видео. Так как все-таки с коробки картонной не очень удобно доставать карандаши и хочется видеть все цвета, какие у тебя есть, чтобы выбирать. А так получается, ты больше времени тратишь на то, чтобы разобраться, какой цвет у тебя есть, перебрать цвета, которые тебе нужны. Так все-таки будет проще, когда все карандаши будут у тебя на виду стоять в стаканчике и будет видно, что тебе надо. Естественно, чем сильнее нажимаешь на карандаш, тем насыщеннее цвет. Таким методом заштриховки накладывать цвет на цвет можно получить смешивание цветов, экспериментировать. Можно пробовать, что из этого получится. Также можно фрукты попробовать этими карандашами. Такой вот был обзор. Такой получился у меня на эти карандаши. И буду уже что-то рисовать. Вот видите, можно пробовать смешивать. Синий на желтом получается у нас зеленый, а так он синий. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать мое следующее видео. Также пишите в комментариях, делитесь своим опытом, своим мнением, что у вас получается, что вы рисуете, или что бы вы хотели увидеть на моем канале, какие рисунки, либо мастер-классы. А я, пожалуй, на этом пока закончу и буду готовиться к следующему видео. Что-то я уже увлеклась. Так что до новых встреч. Пока-пока.